Я сейчас нахожусь в центре одного из, наверное, самых известных храмов вообще в Китае. Я ничего не понимаю, как они переходят в прихрёстки. Везде красные. Вот, посмотрите. Будда, и на груди у него свастика. На одном из зданий, там, в задней части, висят сохнут трусы. В подземное царство, под храм вас будет уносить эскалатор. Это храм, представьте себе, его начало было положено впервые 1800 лет назад. Пешеходная улица, и здесь у неё такие переулочки, и здесь всякие магазинчики, инсталляции какие-то прикольные. Вот старый Шанхай. Очень прикольно. Я ничего не понимаю, как они переходят в прихрёстки. Везде красные. Вот, посмотрите. Короче, надеюсь, было видно. Везде красный свет, и всё равно все едут на мопедах на своих, и все идут. Почему? Давайте откроем двери в один из самых известных буддийских храмов в Шанхае – храм нефритового Будды. Этот храм основали в 1882 году во времена династии Цинн, и построен он специально для размещения двух статуй нефритового Будды, привезённых из Бирмы, ныне Мьянма. Одна статуя представляет собой сидящего Будду, другая – лежащего Будду меньшего размера. Обе статуи вырезаны из белого нефрита. Самая большая из двух статуй – это сидящий Будда. Высота его составляет почти 2 метра, а вес – около 3 тонн. На ней изображён Будда в позе лотоса с безмятежным выражением лица. Статуя меньшего размера – это лежащий Будда, который олицетворяет мирный переход Будды в Нирвану. Длина этой статуи составляет около метра, она украшена резьбой. И самое интересное – символ свастики на статуях Будд в шанхайском храме. Друзья, я сейчас в центре храма нефритового Будды. И что здесь мы можем найти? А мы здесь можем обнаружить очень интересную вещь. Будда, и на груди у него свастика. Если вы знакомы с буддизмом и с этим символом, то для вас это не будет открытием. А если вы не знакомы, то, скорее всего, для вас будет удивительно, как это так на груди у Будды – свастика. Когда у многих из нас свастика олицетворяется с фашизмом. Давайте-ка разберёмся, в чём здесь суть. Суть. Что это? Как это тут? Что был Гитлер? На самом деле, символ свастики довольно часто встречается на статуях Будды, особенно в буддийских традициях по всей Азии. В буддизме свастика имеет позитивные коннотации и не ассоциируется с негативом, приобретённым в западном мире из-за своей ассоциации с нацизмом. Слово «свастика» индийского происхождения состоит из двух санскритских корней. «Су» – добро и «Асти» – быть, то есть быть добру, или благополучие. В буддизме свастика – священный символ, который олицетворяет благоприятность, удачу и благополучие, о чём и говорит название символа. Свастика использовалась в буддийском искусстве и символике на протяжении тысячелетия и, как полагают, возникла в древних индийских религиях. Её можно найти на статуях Будды, ступах, священных писаниях и других религиозных артефактах. Как вообще буддизм появился в Китае? Из Индии. Что логично. Примерно в первом веке нашей эры и постепенно ассимволировался в китайской культуре, дав начало различным школам. Ключевые буддийские концепции включают четыре истины. Истину о страдании, о причине страдания, о прекращении страдания и истину о пути, ведущем к прекращению страдания. А ещё восьмеричный путь. Правильный взгляд, правильное намерение, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильные усилия, правильная осознанность и правильная концентрация. Надеюсь, что это была для вас интересная информация, но предлагаю на ней не зацикливаться и ехать дальше. Куда мы едем? Ещё в один популярнейший шанхайский храм. Дзинян Темпл. Этот храм может приглянуться вам не только тем, что внутри, а тем ещё и что снаружи. Он находится в западной части Нанкин Роуд. Если вы смотрели мои предыдущие части, то уже знаете, что это длиннющая шоппинг-улица. Так вот, вокруг храма куча кафе и магазинов, а ещё один из самых модных ТЦ во всём Шанхае. И здесь же рядышком вот сейчас вот что я вижу. Смотрите, вы это то же самое увидите. Интересно, могли ли представить себе строители вот этого чуда, что напротив их здания будет построена Икеа? Да что уж там Икеа? Всё вот это. Вообще, сам оригинальный храм был впервые построен в III веке нашей эры, в период Троецарствия Древнего Китая. Первоначально он находился рядом с ручьём Су-Чжоу и был перенесён на место Цзинянь в 1216 году. То есть, именно на этом месте он, ну, где-то лет 800. Храм был перестроен во времена династии Цзин, но во время культурной революции был разрушен местными большевиками и превращён в фабрику пластмасс. В 1983 году этому месту было возвращено его первоначальное назначение, и храм был восстановлен. В наше время храм официально исповедует буддизм. В 2009 году здесь была установлена 15-тонная серебряная статуя Будды Рудры, отлитая из чистого серебра. Что примечательно в этом храме с точки зрения вот меня как посетителя. Прикольно, вот ребята с главной площади его кидают монетки туда наверх на удачу. Здесь прикольно почувствовать погулять по вот этим вот всем террасам. Здесь несколько дворов, здесь несколько храмов. Вообще в Китае официально признаются пять основных религиозных течений. Буддизм. Как уже сказал ранее, буддизм был привезён в Китай из Индии примерно в первом веке нашей эры и со временем обрёл уникальные китайские черты, приведя к возникновению нескольких школ. Дао-сизм. Это религия и философия, основанная на текстах, прописываемых Лао-цзы и Джуан-цзы. Дао-сизм подчёркивает гармонию с Дао, первоосновой и закономерностью всего сущего. Ислам. Появился в Китае с арабскими торговцами приблизительно в 7 веке нашей эры. Наиболее крупные мусульманские сообщества в Китае это Хуэй и Уйгуры, проживающие в северо-западных регионах. Католицизм. Европейские миссионеры в 13 веке привезли его в Китай. Ну-ка скажите мне, кто был известным путешественником, тусившим здесь в Китае в 13 веке? Правильно, Марко Поло. Большее распространение получил в 16 веке с приходом иезуитов. Католическая церковь в Китае действует в рамках строгих ограничений, установленных государством. Протестантизм. Протестантство начало распространяться в Китае в 19 веке благодаря западным миссионерам. Как и католицизм, протестантские церкви в Китае подвергаются государственному контролю и ограничениям. Ну и, наконец, конфуцианство. Хотя конфуцианство часто рассматривается как философская система, а не как религия. Учения о морали, этике и социальном порядке оказали глубокое влияние на китайскую культуру и общество на протяжении тысячелетий. Как здесь нередко бывает, на одном из зданий, там в задней части, висят сохнут трусы. Ну, нормальная ситуация здесь, такое увидеть. Ну, мы не о трусах. Но сказать я об этом должен был. Сколько вообще денег стоит, чтобы сюда пройти? Ну, ребят, ну, разве это имеет значение, когда вы входите в храм, которому почти две тысячи лет? Ну, ладно, 50 рублей это все стоит. В китайских смысле рублей. В Китае также практикуются и другие религия и верования, включая различные формы индуизма, сикхизма, бахаи, иудаизма и христианства. Стоит отметить, что в Китае значительное количество атеистов, по некоторым данным более 50%, частично благодаря атеистической идеологии, продвигаемой коммунистической партией Китая. В стране поддерживается официальная политика религиозной терпимости, но все религиозные группы подлежат строгому контролю со стороны государства. В некоторых местах Китая до сих пор жив шаманизм, ну и синкретизм. Это традиционное сплетение религии и философии, когда вера человека в одно не исключает веру в другое. Хочу отдельно коснуться конфуцианства. Оно было заложено конфуциям 500 лет до нашей эры и развито его последователями в философское учение. Здесь важно понимать следующее. Конфуцианство защищало структурированность социума и опиралось на моральные принципы. Представьте, Китай. Да любую территорию 2000 лет назад. Это палки-копалки. Окей, царь там какой-то с дворцом. Кто-то рыбу ловит в пруду, кто-то по рощи бамбуковой ходит туда-сюда весь день. Телека нет, интернета нет, грамотности нет. Кисть каллиграфическую мы отказались покупать на рынке в прошлых выпусках, поэтому писать не умеем. Что за структуры и принципы предлагает конфуцианство? Пять типов общественных отношений. Родитель, ребенок. Правитель, подданный. Старший брат, младший брат. Муж, жена. А также друг и друг. Для чего это все продвигается? Чтобы понимать, кто кого уважает, кто кому подчиняется, кто за кого в ответе. В стране в то время важна была гармония и стабильность, а не металл, розы и паровозы. В императорском Китае конфуцианство было философией ученых-мыслителей. Что касается других религий в Китае, то тот же ислам здесь проповедует около 1-2% населения. Вы скажете, мало, но на самом деле это около 20-30 миллионов человек, среди которых в основном казахи, киргизы, татары, узбеки и таджики, которые также проживают в Китае. Христианство здесь проповедует около 70 миллионов человек, а это 5% от общего числа населения. Но в целом Китай сейчас является самым нерелигиозным населением. По данным, опубликованным в издании The Inquirer, около 60% жителей Китая являются неверующими. И как в лучших мифологических произведениях Патрам вас будет уносить эскалатор в царство Аида. Буддийского Аида, да? Друзья, на этом выпуск про шанхайские храмы подошел к концу. Не забывайте смотреть и другие части про Шанхай. Конечно, подписывайтесь, если вам интересна тема путешествия. Также заходите на мой второй YouTube-канал. Называется он Smaps Education. Там я рассказываю о международном образовании. Не просто рассказываю, но и посещаю зарубежные учебные заведения. То есть вы можете наглядно посмотреть, как устроены учебные заведения по всему миру. Если вам интересна тема изучения языков, заходите на наш сайт www.smaps.ru. Там вы сможете получить консультации по вопросам учебы за границей, по вопросам виз и все, что связано с обучением за рубежом. Все мои линки и полезные ресурсы указаны в описании к данному ролику. Заходите, переходите, подписывайтесь везде. Так мы будем видеться чаще, и вы будете получать больше полезной информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!